Добрый день! Сегодня последний день семинара. Расскажите о Ваших самых ярких впечатлениях. Вот Лариса, допустим, второй раз здесь. Лариса, ты почему второй раз приехала? Ну, вообще была очень сильная внутренняя потребность. У меня в сомнении не было совсем. Огромное желание. Поэтому я здесь. Ну, ты тот человек, который проделал после первого семинара огромную работу. Я тебе могу сказать как целитель, что я нахожусь до сих пор под впечатлением. То есть это человек, который приехал домой, изменил своё питание, стал серьёзно задумываться о физической нагрузке, о том, как он относится к миру, как он относится к людям, как он относится к животным, к улиткам. У тебя же улитки. Улитки. Это же вообще что-то фантастическое. И Лариса приехала на второй семинар. Честно говоря, я не часто удивляюсь. Я очень удивлена всем позитивным переменам и тому объёму перемен. Обычно приезжает человек, у него изменилось что-то, 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 какие-то детали. А здесь человек уверенный в себе и абсолютно независимый от внешних факторов. Абсолютно независимый, говорю, потому что что-то, может, ещё о тебе не знаю, но... Для этого я и приехала, чтобы работать над собой. Чтобы продолжать работать над собой. Какие-то яркие впечатления о семинаре. Я хочу сказать, что лично для меня просто расширяется моё мировоззрение, что совсем на мир смотришь по-другому. И очень полезно выходить из круга. Всё время общаешься с одними и теми же людьми. И поэтому в голове примерно идёт одна и та же информация. А когда приходишь и втекаешь в новое русло, у меня просто нет слов. Замечательно. Это один из представителей разумного человечества. Я имею в виду разумного человеческой Земли, который готов меняться ради большего. И в своей жизни показывает, что практически можно всё. Спасибо. Да. Мария. Мария участница проектов разумного человечества, так же, как и Леонид. Зачем на семинар приехали? Или для чего, правильно сказать? Работать над собой, продолжать работать. И окунуться в этот мир волшебства на эти несколько дней. Почувствовать другие энергии, вибрации. Потому что, конечно, здесь совсем другая атмосфера. Побыть среди единомышленников, замечательных людей, которые работают над собой. И видеть эти перемены в людях. Потому что то, какие люди приезжают, те, кто новенькие, и приезжают такие сначала такие серьезные, смурные. Где-то даже прикусят иногда. И уезжают совсем другими людьми. А какими другими? Доброжелательными, открытыми, улыбающимися, светлыми. И наполнены радостью. Вдохновленными. Да, вдохновленными на новые свершения. Вдохновленные на перемены, на работу над собой. И такое ощущение, как будто они... У них появляется вектор. Вектор, в котором... То направление, в котором они могут теперь идти. Как будто они раз, и теперь поняли, мы идем туда. И у них от этого меняется внутреннее состояние. И они такие другие. Просто другие люди. Леонид, скажи что-то. Безусловно. Ну, я тоже... Это второй семинар, на котором я нахожусь. На первое... Ну, я последнее время тоже нахожусь в поисках направления дороги, некой определенной пути. И познакомившись с разумным человечеством, я понял для себя, что я как раз вот... Разумное человечество. Я тоже. Я тоже это... Разумное. Да, я тоже хочу стать частью разумного человечества. Да. И сюда второй раз... Ну, в первый раз я уехал отсюда с пониманием того, что я нашел то, что я давно искал. и второй раз уже... Ну, то есть, за это время между семинарами я стал участником проектов. И сюда приехал в том числе уже с целью живого, человеческого общения со всеми категориями участников... со всеми категориями участников, а с тем, чтобы как-то слиться, раствориться в этом пространстве света и любви, которые мы все здесь вместе создаем. Да. И, ну, и в том числе уезжаю отсюда изрядной степени обогащенным информацией, которая поможет, уверен, мне в дальнейшем движений вперед к свету. Какие-то бытовые моменты, может быть, вспомните, что-то веселое. Вот Ларису хочу спросить, Лариса, вкусно было? Все очень вкусно. Торты вообще. Сыроические торты, которые не надо выпекать, после которых не болит живот и чувствуется легкость, и которых можно есть сколько угодно. И сметана сыроическая. О, из орехов кешью. Когда Лариса первый раз приехала на семинар, ехала, я немного волновалась, потому что Лариса сказала, что она не вегетарианец и не сыроед, и чем же её там будут кормить? Будут помирать с голоду, да. Да, что вот, то есть не умерла? Нет. И ещё благодаря вам открыла для себя мир соков, потому что до этого мне казалось, что это так дорого. и благодаря вам я вернулась и попробовала разные варианты, и это мне настолько понравилось. И вот сегодня мне уже сказали, что моё состояние здоровья намного лучше, и вот всё это благодаря вам. И благодаря вам, потому что наша деятельность без вас тоже невозможна. Что-то добавить? Или пойдём пить вкусные соки? А, ещё хочу сказать про спасибо вам, что вы открыли для нас тонкий мир, потому что, как вы сегодня сказали, что раньше мы представляли, что мы просто кусок мяса, а тут оказывается какие чудеса вокруг нас творятся. Тебе понравились вот ченнелинги были с кармическим комитетом, с Радомиром? И мне ещё очень впечатлилось сегодня, что у меня есть, были задумки ещё до проекта какие-то по моему развитию, и сегодня они мне так намекнули и сказали, что поставили оборудование. Я думаю, что... Ну, меня это очень впечатлило. А, то есть ты уезжаешь? Вдохновлённо очень. Ну, замечательно. Я хочу ещё сказать, поблагодарить Елену и Григория за те прекрасные ченнелинги, за эту прекрасную организацию, за то, что они договорились и позволили нам прикоснуться к таким разным энергиям, получить этот опыт колоссальный. И кармический комитет, это такая была глубокая работа, такая одна энергия, один вид энергии. Потом медицинская система приходила, у нас тучила, и это была совсем другая энергия. И вот такой спектр разных ощущений, разных эмоций, разного опыта, он очень обогащает жизнь. И, конечно, мы попали сюда как в какой-то другой мир, такой сказочный, волшебный, и, конечно, это не может ни вдохновлять, ни радовать, ни менять жизнь по лучшую сторону. Я присоединяюсь к вашим словам и хочу ещё поблагодарить творца, по воле которого, по воле которого всё это и происходит. Да, по воле которого и по выбору вашему, потому что не было бы вашего выбора, вашего стремления приехать сюда, поучаствовать и в организации работы, и как-то поспособствовать тому, чтобы семинар возможно было провести. Да. Добро пожаловать. А я ещё хочу всех поблагодарить участников, всех-всех-всех, всех, кто приехал за эту прекрасную, дружественную, весёлую атмосферу, потому что столько позитива, столько улыбок, шуток, их очень не хватает в обычной жизни, потому что в обычной жизни люди немножко такие загнанные какими-то проблемами, сложностями, и у них нет вот этой живости, радости, а здесь этого было очень много и мы подзарядились позитивом, смехом, шутками. Так и планировали, чтобы эта неделя несколько месяцев держала тот тонус, тот настрой, который вы бы хотели оставить. А теперь Полина разбегается и прыгает на вот троих сидящих. Да-да-да! Да-да, разбегается, давай-давай-давай-давай и прыгает на троих сидящих. Ну не прям же в прямом смысле? Конечно, в прямом. Как-то в прямом, позитив, позитив и настройки. Прямо вот так. А ещё я хочу сказать я хочу сказать тем, кто нас смотрит сейчас, что чтобы в вашей жизни начали происходить чудеса, нужно поднять попу с дивана и делать первый шаг. Потому что пока вы сидите и просто раздумываете над смыслом бытия и тонкими материями, вам не придёт помощь и вы не начнёте путь, пока не начнёте делать шаги. Потому что дорога появляется под ногами идущего. Поэтому делайте свой выбор в пользу движения, а не статики. Благодарю. Правильно. Ибо каждое самое длинное путешествие начинается с первого шага. Да. Добро пожаловать на разумное человечество. Добро пожаловать. Всех благодарю. Добро пожаловать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!